Викинги, русские дружинники, рыцари, орденов, тамплиеров, тефтоны и крестоносцы – все они собрались на лыжероллерной трассе в Одинцово, чтобы определить, кто из них самый сильный и меткий. Так и начался Одинцовский рубеж 2015. Это комплексное состязание по историческому пешему многоборью. Игра направлена на патриотическое воспитание молодежи и приобщение к активному познанию мировой и отечественной истории. Администрация спортивного парка отдыха имени Ларисы Лазутиной совместно с историческим клубом «Вольная дружина Яровитни» первый раз организовывают игры подобного масштаба. Историческая реконструкция – это современное модное течение, которое набирает все больше и больше популярность. Мы таким образом пытаемся стать понятными, доступными, популярными. Мы рассказываем о том, чем мы занимаемся. И наша работа, как правило, когда мы сидим у себя на базе, она не видна. А вот такие мероприятия позволяют нам раскрыться, показать окружающим, чем мы занимаемся, зачем это нужно. Перед прохождением испытаний каждый участник презентовал судьям свою экипировку и вооружение. Одно условие – все обмундирование должно быть сделано своими руками. Цель игры – максимально быстро пройти дистанцию и набрать наибольшее количество баллов при выполнении заданий. В этот раз участникам предстояло пройти 9 рубежей, среди которых стрельба из традиционного лука, историческое фехтование, метание с улиц, работа копьем, защита от противника с щитом и мечом. Для того, чтобы пройти всю дистанцию без затруднений, необходимо обладать хорошей физической подготовкой. Все обмундирование весит около 15 килограммов. Мне очень понравилась эта эпоха именно Древней Руси, потому что это события, которые сделали наши государства, которые позволили ему состояться. И при этом они самые спорные, самые интересные, они окутаны какой-то легендой, и как бы интересно в них разбираться, их изучать. Что какая-нибудь поздняя история, уже ружья, она же хорошо известна, она уже подобна европейской, а это очень такое наше самобытное. Ну а для тех, кто ожидал своей очереди, предлагалось принять участие в различных этнических играх, например, в Лапте. После прохождения рубежей каждый мог насладиться традиционным русским напитком – Иван-чаем. В этом году первое и второе место заняли представители клуба исторической реконструкции «Черная щука» из Москвы. Ну а третье место досталось участнику из подмосковного клуба «Булат». Такие состязания не только физически развивают участников, но и воспитывают самодисциплину и повышают интерес к истории и средневековому многоборью. Мила Тарасевич, Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...